Господь предвечный знает, кто из вас уже приедет и будет здесь в этом году, что с вами будет дальше, кто-то может до 20-летний доживет. У нас был юноша, 15-летний, я его учил в школе нашей, он погиб в 15 лет. А как вас зовут? Иосиф. Ой, звать. Иосиф Янчук. Он на костер сюда ходил, сидел вот так вот тоже, слушал, пел песни, ну пел он, мало пел. И все, и в вечность ушел. А как он погиб? Ну трактором его задавили. Несчастый случай был. А Янчук это у такого маленького Илюши брат? Нет, Венин брат, старший брат. Венин. Вот так вот. Поэтому для нас, когда жизнь кончится, мы не знаем, нам надо быть готовым к вечности, а не вот так глупости говорить, как некоторые. За каждое слово нам придется дать отчет, говорит Господь. От слов своих оправдающих, от слов своих осудящих, говорит Спаситель. Поэтому вы не пустословьте. Понятно, Паш? Скажи, не знаю все. Тем более, когда говорят о божественных предметах, да, то надо даже кепки снять, когда о Боге говорим. Вот был такой сэр Исаак Ньютон, кто знает, слышал о нем? Что, чем он знаменит? Он открыл филопритяжение. Он открыл закон притяжения. Филопритяжение. Они его уже придумали, уже смотрели. Филопритяжение он открыл. У него сколько законов? Господь законы сотворил, а он открыл их. Сколько он открыл законов? Ну вы еще не изучали. Три. Филотяжести. Три. Первый, второй, третий. У него три. И когда о Боге говорили, а шляпы были такие, знаете, в те времена, они такие были, большие, треугольные, он шляпы снимал и благоговейно стоял, потому что в самом создателе мира говорят о Боге. А мы так порой легкомыслим, но поколение, которое не стремится к божественному. Многие ученые знали, молились, знали Библию. Ломоносов знал псалмы наизусть, все 150 псалмов. Сейчас кто-нибудь из вас 50-й расскажет, ну по-русски, можно по-славянски, потому что некоторые по-славяне молятся, не знаю. А наизусть кто-нибудь 50-й. Никто. Ваня, уже знать пора. 50-й. А он 150 псалмов знал, какие энциклопедические знания. Эциклопедические знания вот у Игнатия Тихонича в нашем времени. Ну и что вы знаете о нем? А Ломоносов, он жил в деревушке бедной. А где он жил? Откуда он родом? Из деревни какой-то. Как он называется? Я не понял. Холмогоры. Да, вот. Архангельской области, по севере. А когда у него родители умерли, что ли, он шел зимой пешком до самой Москвы. Да. Вот. Правильно. Там, там он, его, что ли, приняли в школу какую-то? Только не только физиком был, он еще и руки не знал. Он уже возрастом-то был, ну, большой. И над ним даже смеялись, посмеивались. Но он за один год проходил столько, что никто не проходил. Он уже в 20 с лишним лет, там, таких знаний набрался. Что стал даже почетным членом многих академий. Ему даже памятник поставили. И называл его Пушкин ходячий, что, университет. Почему он так говорил, ходячий университет? Ну, он все знал почти. Много знал. У него в области знания, значит, были физика, химия, поэзия. Он поэтом был. Ветератором. И поэтом. Ветератором. И за это он поэтом пошел. Нет, минералолог. Потом мозаику составлял. Астрономию. Как, загадать, вот, отгадать такую загадку. Как он мог открыть Ломоносов на одной из планет? На какой, кстати, атмосферу? На Земле? Он был на Земле. Он в космос не летал. Он не космонавт. Как он мог открыть? Ваши какие мнения могут быть? Я не знаю. На другой планете? Атмосферу на другой планете. Я не знаю. Телескоп он посмотрел. О, и что же он там увидел? Правильно, телескоп. Молодец. Оболочку. Оболочку. Это шоколе Телескопа. Он видел. А на какую планету смотрел он? Ма? Нет, Венера. Он увидел, там молнии сверкают. И он догадался. Ну, может ли в безвоздушном пространстве молнии быть? Нет. На Луне вы видели молнии? Нет. Шел Луна такая, и там молнии, гром, и дождь пошел. Нету там ничего. Так и на Венере он увидел молнии, понял, атмосфера там. Ум очень проницательный. Вот здесь, в этом направлении, вчера мы вас уложили, но небо было чистенькое. Две планеты видны, Венера и Юпитер, на которые мы с дядей Никитой смотрели в телескоп. У нас есть картина, на которой мы с Никитой летали. Кто пролетали? Ну, я раньше воображал, мечтал в детстве, когда... Ну, я рос в неверующей семье, что я по этим планетам путешествую. Вот Ломоносов, знаменитый такой. Он, кстати, верил в Бога. Хотя уже тогда он брился, носил парик, бороды у него не было. Уже тогда было вот такое вот. Бритые ходили. К сожалению. Исаак Ньютон, он и бронепроню вообще рассказ читал. И что ты там узнал? Да то, что у него, это, стоял на столе, в общем, маленькая копия Вселенной. Ну, в миниатюре, там, планеты, всесолнечные системы. В общем, к нему пришел какой-то его знакомый, который был атеистом неверующим. В общем, он, короче, посмотрел, посмотрел на эту копию и говорит, вот кто автор, что ли, прекрасная копия? Этот Ньютон говорит, никто. Сама по себе появилась. Он говорит, что это мне тут вот, это неправда там вот. Как могла такая копия сама по себе появиться? Тут же все так тонко и аккуратно сделано, потому что. Ну, да. Ну, в общем, это нам говорит. Вот как ты так говоришь, если вот, например, не можешь перевести, что такая элементарная копия сама по себе не могла появиться? Как же это так говоришь, что сам по себе появился вообще весь космос, вся Вселенная? Ну, да. Читал такой рассказ. Не знаю, правда это или нет. Ну, может быть и так. А правда то, что когда Исаак Ньютон сидел под яблочным деревом, под явлением, и ему на кого упало яблоко, и он открыл закон. Все любят такую легенду рассказывать. Да, да, да. На могиле у сэра Исаака Ньютона была надпись. Кто знает, какая надпись была? Яблочный ударил ли по голове яблоком? Нет. Нет? Это уж слишком так примитивно. Я сделал, что мог, пусть кто может, сделает лучше. То есть он открыл закон всемирного тяготения и три закона динамики, это все его. И когда он был на берегу моря, он понимал, что его знание, это как камешек такой небольшой. А вот это все море, это знание, которое он много еще не знает. То есть он совсем мало познал. У него хватило ума. Однажды, это было с блаженным Августином, он много размышлял о божественном, но он пришел уже к Богу в таком зрелом возрасте, тоже мир его поглощал. И он размышлял, как непостижимы вот эти тайны Божии. Как вот понять, что Бог в трех лицах, вот и подобные. У него богословские рассуждения были. И Господь ему такое видение явил, что там видит он человек и черпает воду из моря и сюда, на песок, на берег. А он подошел к нему, говорит, а что ты делаешь? Да я стараюсь вот все море перелить сюда. Эдак тот засмеялся блаженным Августином. Да ты не сможешь же это сделать. Он говорит, да можно ли божественные тайны познать? Вот так и ты, говорит, рассуждаешь и стараешься познать Божьи тайны. То есть вычерпать вот эту воду сюда из моря. Настолько Господь многочисленные сотворил миры и ангельские, и наш мир. И различных существ, что нам только приоткрывается лишь немного, а в вечности очень много откроется. Даже вот что такое электрон, это тайна. Тайна? В микромире там вообще все не так, как в нашем мире. Наш мир называется макромир. Макро. Мы живем. Ну так это ученые говорят. Вот эти объекты сопоставимы с размером человека. Машина, там животное и так далее. А тот гигантский мир, звезд, галактик, метагалактик, это мегамир. А микромир, там какие-то элементарные частицы. Электроны, протоны, нейтроны мы из них состоим. Ну так нам говорят, мы это на веру принимаем. Зачастую мы все принимаем. Вот вы в школе учитесь, вы принимаете много на веру, что вам говорят учителя. А как вы проверите, что эти электроны есть? Никак. Атеист говорит, я ни во что не верю. Да, ты полный ноль, и тебя нету тогда, атеиста. Нуль совсем. Как ни во что не веришь? Ты же веришь, что есть Америка. Тебе говорят, ну да, я верю, так я могу туда поехать. Ну, не все же в Америке бывают. И мы на словах верим, что есть такой-то город. Сегодня перечисляли. Мы играли в города с этим, с Пашей, с Ваней Большим. Он много знает по географии. Ну, откуда ты знаешь, что есть Япония? Ты же там не был. А на карте есть. Откуда ты знаешь, что карта эта правильно составила? Ну, мы на веру это воспринимаем. Поэтому это и есть во что-то верит. Просто он сам себе, если он по-честному хочет признаться, он скажет, да, я вот в это верю. Он верит в то, что нет Бога. Он в это верит просто. А проверить нельзя. Вот так что, ребята, очень много в мире интересно. Но главное, это вот не просто, что ты карту знаешь. Ты через географию прославь Господа, что Господь столько сотворил с земли, воды особенно. Больше всего-то чего на земле? Воды. Воды больше. Какие океаны ты знаешь? Тихий океан, Индийский океан, Атлантический океан, Северно-Ледовитый океан. Географ ты наш. Юный. Ну а самый большой какой океан? Тихий. А меньший самый. Самый мель, Северно-Ледовитый. Северно-Ледовитый. Ну хорошо. Какие ты течения в океане знаешь? Тоже из области географии. Раз ты ее любишь больше всего, вот эти по географии вопросы. Ну помогайте кто-нибудь. Бразильская. Бразильская есть такое. Но надо сказать сначала, какие они бывают в течении. Холодные и теплые. Теплые и холодные, правильно. Так, за счет какого течения на севере Европы теплый климат? Повторите еще. Такой мягкий климат. На севере Европы за счет какого течения теплый климат? Теплый. Ну как оно называется? Мурманск. Там бывает, вот приезжал к нам один верующий Андрей Ложкин, военный, уже бывший. Мурманск порт незамерзающий, но он находится намного севернее нас с вами. Вот. Почему там не замерзает море, океан? Тепло течение. Тепло течение. А бывает до минус 30. Представляете, не замерзает все равно. Как оно называется? Североатлантическое, а начинается Гольфстрим. А, вот Гольфстрим. Если оно не будет так омывать Европу, в Европе будет климат очень суровый. Ну и англичане, наверное, будут замерзать. Стопгольм? И Швеция в том числе. А так там Балтийское море, оно замерзает только на севере, а так оно не замерзающее. Вот так вот. Где образы? Дождите ли по миру выйти? Погодите, держи.